Газобетон. Это один из самых знаменитых строительных материалов. Его любят за прочность, малый вес и невысокую цену. Из газобетона строят жилые дома, школы, больницы, торговые центры. Как появился газобетон? Первым, кто придал бетону пористую структуру, был чешский инженер Гоффман. Он использовал углекислые и хлористые соли, которые выделяли газ в бетонном растворе. В 1889 году Гоффман получил патент, но само открытие не применили на практике. В 1914 году американцы Аулсворд и Дайер использовали порошки алюминия и цинка. В ходе химической реакции порошков с гашенной известью выделялся водород, что делало бетон пористым. В 1923 году Юхан Аксель Эриксон иначе добился пористой структуры бетона. Он добавил алюминиевый порошок в смесь из негошенной извести, кремноземистых компонентов и цемента. Этот способ перешел в промышленность. Крупное производство газобетона началось в 1929 году в компании Итонг. Инженеры взяли за основу технологию автоклавирования, цемент тогда не применяли вообще. В 1934 году шведская фирма Сипарекс внедрила другой способ производства газобетона – неавтоклавный, в основе технологии смешивания портланд-цемента и кремноземистого компонента, без извести. Как делают неавтоклавный газобетон? Это скромное здание – завод по производству неавтоклавного газобетона. Каждый год в России открываются несколько десятков таких заводов. Это смеситель, с него начинается производство газобетона. Сверху в бак поступает сырье, цемент и песок. Отсюда песок поступает на вибросито. После просеивания он попадает на ленточный транспортер, а после взвешивания – в смеситель. Максимальная фракция песка – 2 мм, без примесей ила и глины. Любые посторонние включения в песке могут нарушить технологию, поэтому к подбору сырья производители газобетона относятся с пристрастием. Иногда песок заменяют доломитовой мукой или залой у носа ТЭЦ. Это блок управления дозаторами и транспортерами. Он отвечает за взвешивание песка, цемента, объем воды. Химические добавки – алюминиевую пудру, каустическую соду и сульфат натрия – рабочие взвешивают вручную. Для алюминиевой суспензии есть отдельный маленький смеситель. На этом же этапе взвешивают фиброволокно. Это необязательная добавка, она применяется, чтобы увеличить конечную прочность газобетона. В смеситель уже поступила вода нужного объема, рабочий закрывает кран и засыпает цемент. А затем песок. Смесь перемешивается около минуты. Смеситель работает, песок, цемент и вода стали однородной массой. Сейчас рабочий засыпает химические компоненты. Рабочий включил смеситель для суспензии, в котором перемешивается алюминиевая пудра, вода и стиральный порошок. Порошок вымывает воск с алюминиевой пудры, чтобы суспензия вступила в реакцию с будущей газобетонной смесью. Когда суспензия готова, ее сливают в кувшин с литражной меткой. Это помогает контролировать объем. Готовую суспензию сливают в большой смеситель, там уже несколько минут замешиваются остальные компоненты. Смеситель для суспензии уже снова готов к работе. В большом смесителе газобетонная смесь почти готова. Через несколько секунд его можно выключать. Рабочий выключает смеситель и сразу готовится слить смесь. Формы наполняются раствором не до конца, примерно на две трети. Нужно оставить место для подъема смеси. Кран для слива смеси перекрыт. Скоро смеситель снова наполнят сырьем для следующей заливки. Формы с газобетонной смесью отправляются в камеру предварительного прогрева. В тепле смесь быстрее поднимается. Формы стоят в камере предварительного прогрева 3-4 часа. За это время смесь поднимется и затвердеет, но не до конца, так чтобы массив держал форму, но легко резался. Массив готов к резке. Сначала рабочие убирают горбушку, срезают струной и снимают верхний слой специальным скребком. Горбушку переработают и будут использовать в производстве. Теперь массив готов к резке. Рабочие снимают и уносят борта. Крепление бортов простое и надежное. Поддон с массивом закатывается подрезательную установку. Поддон быстро передвигается по рельсам от легкого толчка. В резательной установке уже настроена ширина блоков. Струны стоят на нужном расстоянии. Широкие блоки пойдут для строительства внешних стен, узкие для межкомнатных. Струны для резки быстро движутся навстречу друг другу. Они режут массив быстро и равномерно. У каждого блока после струны останется ровная грань. Теперь поддон с нарезанными блоками увозят в прогревочную камеру. Чтобы набрать окончательную прочность, блоки простоят в тепле еще 5-6 часов. Весь свой путь поддон проходит по рельсам и отправляется в камеру при помощи электромеханического толкателя. Передаточная тележка нужна, чтобы забрать готовые блоки с другой стороны прогревочной камеры. Поддон переставляют на тележку и отвозят в точку разбора массива на блоки. Это уже готовые блоки. Они набрали прочность и могут отправляться на теплый склад. Рабочие перекладывают блоки на деревянные поддоны. Металлический поддон готовят к следующей заливке. Его чистят и смазывают маслом, чтобы раствор не прилип к форме. То же самое делают с бортами. Когда все части формы очищены и смазаны маслом, их скрепляют. Закрытая форма становится абсолютно герметичной. Теперь форму можно снова наполнять. Ее доставляют к смесителю по рельсам, где уже готова очередная порция газобетонного раствора. Здесь весь процесс повторится. За один день проходит 50-70 таких циклов. А вот и склад готовой продукции. Блоки стянуты пленкой и продолжают набирать прочность. Через два дня газобетон отгрузят заказчикам. Этого объема хватит на 200 квадратных метров застройки. Прибыль производителя за две смены составит около 40 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok